Привет всем, дорогие мои! Итак, я выезжаю с гаража, хочу поздороваться с вами камеру в камеру. Привет всем! Привет, привет! Ой, хочу выехать, но не знаю, как это у меня получится, потому что на улице у нас ещё продолжается сумасшедшая зима, и снега очень много. Когда это будет всё таять, я не знаю. Но прогноз погоды показывает, что ещё не скоро. Поэтому остаётся только оптимистически надеяться, что весна всё равно придёт. По дороге хочу показать вам всё-таки, как я езжу без зимних шин. И, ну, это, конечно, очень-очень сложно, я вам скажу, потому что настолько скользко. По центральным дорогам это не так скользко, потому что там уже как бы разъездили, а такие улочки между домами, то действительно очень скользко. И многие машины буксуют, застрявшие. Но, вы знаете, здесь настолько люди доброжелательные, как бы, наверное, сказать, да, что помогают. Если даже кто-то имеет какую-то проблему или забуксовал, всё равно останавливается и помогает. У нас тоже такой же случай был, просто посреди перекрёстка машина, что случилось, мне непонятно. Но парень второй толкал, подталкил машину, а один за рулём был. Но, тем не менее, вот люди, которые были на перекрёстке, остановились. Ну, не все, но три машины, это точно. И мой муж тоже вперёд помчался спасать, так сказать, что там такое. В общем, помогали все. Ну, а если даже что-то такое случается, если, конечно, есть страховка у вас по транспорту, допустим, это как в моей машине. Моя машина имеет страховку. Плюс дополнительно, которая, если что-то случается, то позвонить можно в любое время, в любом месте, где бы я ни находилась. И приедет служба. Эти службы, они находятся везде, по всем местам. Поэтому, не имеет значение, где вы будете находиться, по всей территории Америки. И приедет и сделает вам какую-то помощь. А какая случилась? Вот эта страховка, её, конечно, надо дополнительно доплачивать до обычной страховки. Плюс страховки на машину бывают разные. Есть дешёвая страховка, есть хорошая страховка. У нас, естественно, на машину хорошая страховка. Это говорит о том, что если что-то случается, то оплачивает страховка две стороны. А самая меньшая, это оплачивает только одну сторону. То есть, пострадавший, если, конечно, ваша вина. Ну, там надо разбираться. Но оплачивает одну часть какую-то. Так что, это по нашей безопасности вождения. Ну, что я... Ух ты, видите, я немного начинаю... Слышите, как скрипит? Буксовать газ немного. Давать и... Ух ты, что такое? И... Начинают в колёсах скользить. Когда, если я попадаю на льдины, ну, такие, знаете, скрипучие, вот было такое на дорогах, где-то лёд так остался, и просто, ну, не объедешь ничего, и надо как бы только ехать по этому льду. Тормоз, конечно, надо заранее торм... Ух ты! Видите, вот всё. Видите, на повороте немного... Не знаю, как это видно на камеру, но я это чувствую. На повороте даже на самой минимальной скорости, и даже на повороте закручивает. И высвечивает на табло какая-то деталь, вот именно, когда наезжаешь на этот лёд. Когда едешь, он как бы так, знаете, аж скрипит так. Скрип, 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 и сразу раз высветилось. И потом, когда проезжаешь, вот сейчас опять засветилось. А что это такое? Вы знаете, я, наверное, поняла, что это. Это, наверное, знак, когда под колёсами что-то твёрдое. Очевидно. Вот скрип такой был, слышали? Под колёсами. Если какая-то, конечно, проблема, то сразу табло высвечивает. Вообще замечательно. Машина великолепная. Это просто, я не знаю, насколько удобная. Масло заливали. Кто знает когда. Мы сделали две вот таких поездки. У нас было дальнее в Южную Каролину. И приехали ни масла, ничего. Абсолютно мы... Хотя мы ехали в центр после этого и проверили. Ну, нам сказали, всё в порядке. А в центр мы заезжали, потому что у нас оставили машину на один день. И у нас кто-то из колеса выкрутил, знаете, вот этот болтик, который... Когда колесо накачиваешь, нужно закрутить вот этот шпунтик какой-то там. И он у нас был выкрученный. Ну, и естественно, сразу на табло показало, что что-то... Что-то не то. Колесо показало. Не в порядке что-то... Представляете? Этого шурупика не было. И показал сигнал. Это вообще... Такое впечатление, что, кажется, все части подключены к компьютеру. Машина имеется в виду. В общем, машина супер. Я еду в Walmart, потому что хочу посмотреть лекарства. Лекарства увидела в видео на YouTube. Очень интересная. Называется перекись... Какая-то перекись водорода. Её нужно пить, вылечивать все болезни. Там очень большой список всех-всех-всех заболеваний. Ну, у меня, слава богу, всё в порядке. Но, тем не менее, я хочу взять. Но почему я еду в Walmart? Потому что, когда я начала по онлайну шуршать, то читать, что, как, где купить. Конечно, Amazon. И можно даже есть специальный сайт, где можно купить эту перекись. Стоит примерно 27-34 доллара. По-моему, так я увидела цена. Но, тем не менее, помимо всего этого, высветила мне магазин Walmart. И именно эта перекись. Как бы функция такая была, где купить. И поэтому, я думаю, надо поехать проверить. У меня есть фото, я покажу. Если есть, то, наверное, я буду брать. Если нет, то нет. Тогда я буду заезжать. У нас молл напротив. И там у нас есть очень хороший отдел разных витамин. Именно органики. Так, Walmart. Просто народ. Вот, как будто последний день. Омега-3. Показываю. Вот тоже вот это вот хорошее. О, кино бесплатное. Только что так посмеялись. Мужчина говорит, можете помочь найти таблетки? Я говорю, какие, зачем вам? Глянула в тележку, а там пол тележки. Чего только нет. И витамины, и разные, разные, разные. Я говорю, батюшки-то мои, куда вам столько? Ну и люди, конечно же, все такие очень улыбчивые, конечно, добротушные. Давай сразу разговаривать. Я говорю, больше смеяться, зарядку делать, по утрам ходить. Витамин С, омега-3. Все, больше ничего вам не надо. И продукты органики кушайте. Ну, вы знаете, согласились очень многие. Ну, у нас здесь, я скажу, что очень многие люди именно хорошее питание. И нету такого процента прямо каких-то больниц. Потому что у нас в основном продукты фермерские. Понимаете, фермерство вокруг, сплошь и рядом. Одно фермерство, так. Что я хотела? Я хотела посмотреть шапки. Вот смотрите, вот такие шапки. Сейчас на мне серая шапка. Я купила 3 доллара. Сейчас скидка. Волмарт. И хочу еще взять какой-нибудь. Так она мне понравилась. Очень она как-то, ну, идет лучше, нежели все другие, которые у меня есть. Какие-то они все... Вот хочу черную. Черненькую хочу. Ой, какие-то все, может быть, еще розовенькую взять, что ли, не знаю. Личуренькая достаточно. Вот эта тоже шапочка хорошая. Ну, в бубоны, конечно, мне не нравится. Так, я не сказала самое главное. Перекисти этой нет. И сказали, что она, наверное, будет тот магазин, который, мол, так что быстрее всего это там. Будет сегодняшняя я. Кстати, кроссовки, которые из последнего видео я купила Таргет. Смотрите. Супер. Мне так нравится. Очень нравится. Под эту жилетку это пуховая такая, Классная. Я ее второй или третий год уже ношу. Супер. Где карман? Возьму две и такую синюю, потому что синяя, когда подходит, видите, куртка. Так, ну что, все. Две шапки возьму и все. Итак, я выехала из Волмарта. Заеду сейчас все-таки в мол. Видео там, очевидно, я делать не буду, потому что там играет музыка. Это я вам сразу говорю. Если я возьму эту перекись, то я покажу. Если я не возьму, я в любом случае вставлю фотографию. Если кому будет интересно, посмотрите. Ну, что-то очень-очень сильно хвалят и просто какое-то средство, какое-то супер-супер средство. Ну, ладно. Так, едем. Так, едем.